Мы продолжаем с вами наши видео уроки и сегодня у нас следующая причина всех заболеваний это медицина. Не в самом формате медицина, конечно, безусловно, это можно даже сказать фармакология. У нас люди сегодня поедают таблетки. Я уже говорила про то, что в принципе сегодня построено все таким образом, что если у нас что-то заболело, нам просто предлагают убрать симптом и никто не задумывается о том, в чем же причина. Если у вас есть коттедж, вы завели себе собаку и собака ночью гавкает, что сделает хозяин? Ну нормальный хозяин выйдет, пойдет, посмотрит, что там собака гавкает. Что сделает хозяин дурак? Возьмет ружье, пойдет собаку убьет. Нечего гавкать. Вот нам предлагают на самом деле быть дураками. У нас в организме, у каждого человека, организм это самовосновающая система. Поэтому сидит собачка, которая нам гавкает и говорит, гав-гав, хозяин, неправильно живешь, что-то не так делаешь. Голова заболела, гав-гав, собачка нам гавкает, неправильно живешь. Сахар поднялся в крови, гав-гав, кричит нам собачка. Хозяин, ты что-то не так делаешь. И она говорит, а, голова заболела, выпей таблетку салпадеина. Возьми собачку и отстрели. На самом деле можно все симптомы поубирать, долго ли мы с этим будем жить. Вопрос в том, что мы все-таки заглядываем внутрь. И мы не бежим, агалдело пить таблетки, когда у нас что-то заболело. У нас что-то заболело, и мы начинаем идти. Если у вас сургентное состояние, безусловно, здесь никуда не денешься. Но если мы говорим о здоровом образе жизни, то не надо по каждому поводу хлистать таблетки. Следующая причина всех заболеваний – гиподинамия. Я уже про это говорила, скажу еще немножко. Никакого отношения фитнес в принципе к здоровому образу жизни не имеет. Мне говорят, я веду здоровый образ жизни, не пью, не курю, занимаюсь спортом. Ну, хлопки в 50 лет – привет. Да нельзя настолько одновоко смотреть на жизнь. Жизнь многогранна, точно так же многогранен наш организм. Все органы находятся в подвешенном состоянии. Если мы вот так вот сюда прыгаем, они прыгают вместе с нами. Я думаю, что ничего полезного для организма в этом случае не происходит. Страны, которые живут долго. Китай, Япония, Корея. Китай. Каждый вечер в 7 часов вечера все выходят на улицу, и у них начались танцульки. Танцульки. Целый час они танцуют. Я периодически живу в Китае, и возле нашего дома большой парк. И там беговая дорожка. 7 часов миллиард китайцев быстро идут по этой дорожке с бутылкой водички. Заметьте, не с пивом, а с бутылкой воды. И они не бегут. Они просто очень-очень быстро идут, либо очень-очень медленно бегут. Вот эти вот танцульки на протяжении часа заставляют двигаться нашу лимфу, про которую я рассказывала в первом уроке. Она поднимается, она начинает гоняться в организме, и человек потеет. Все. Получили то, что нужно. Все восточные гимнастики, йога, нитшуи и так далее и тому подобное, это те гимнастики, которые восстанавливают здоровье. Это те гимнастики, которые приводят к очень хорошим результатам, даже когда уже есть заболевания. Я в этом формате говорю именно об этом. Следующая причина всех заболеваний – травмы. Заболело на что-то, нам скажут. Не удалялись ли вы? Да? Болит голова? Не удалялись ли вы? Заболел там какой-то орган? Что-то еще? Не знаю, спросят. Не ударялись ли вы? То есть не было ли каких-то травм? Травмы нужно долечивать. Знаете, даже маленькие удары, которые происходят на головном мозге, вот я читала в этой книге, я уже про нее рассказывала, о великолепном мозге в любом возрасте. И он пишет там, что происходит, когда даже небольшой удар происходит. У нас детки падают, и мы попереживали, и на этом все закончилось. На самом деле есть средства, с которыми нужно в данный момент работать, для того, чтобы там, не дай бог, не образовалась маленькая гематомка, которая потом может через 10-15-20 лет привести к серьезным заболеваниям. Что здесь? Если вы удалились, это микрогидрин, это ассимилятор, это то, что... И вода, безусловно, это то, что разжижет и расщепит. Следующая причина всех заболеваний – это вредные привычки. Конечно, мы сейчас не будем говорить о наркотиках, курении, алкоголе, но я думаю, что люди, которые этим увлекаются, мои лекции не смотрят. Мы сейчас поговорим о других вредных привычках. Например, вредная привычка для глаз. Читать лежа, с утра до ночи сидеть перед компьютером, читать в транспорте. Вот начало зрение падать. Подумайте, что вы такого делаете. Всегда просто помните немножко наперед. Поздно будет пить боржоми. Лучше пить это вот заранее. Вредная привычка для слуха. Боже мой, вся молодежь с наушниками. Я уже не буду рассказывать про то, что там происходит в головном мозге. Я скажу просто, что у них же у всех присевший слух. И это на самом деле очень серьезно. У меня была как-то девочка на встрече, и у нее осталось в одном ухе только всего 20% от слуха. И у нас доктора и так, и так, и всякие рекомендации, консультации. Мы там уже не знали даже, кого же ей пригласить, чем девочке помочь, как ее восстановить, насколько это реально вообще восстановиться. И потом она сидит у меня на концепте здоровья. Я про это рассказываю. И так вот на нее поворачиваюсь, говорю, а как у нас с наушниками? Она, оказывается, работает оператором на телевидении. Она всю жизнь в наушниках. Но как бы вот здесь вот все в голове и в порядке, поэтому она на следующий день написала заявление на увольнение. Сегодня работает на телевидении, совершенно в другом формате. И больше не разрушает свой слух. Следующая причина всех заболеваний – это наследственность. Наследственные заболевания, конечно, безусловно, передаются, но их не очень много. В основном это наш весь неправильный образ жизни. Ест мама майонез с рождения, кормит ребенка. Ест мама всю жизнь майонез, кормит ребенка с рождением майонезом. Безусловно, будут проблемы с желудочно-кишечным трактом и с почками. И так вот пошло-поехало. Следующая причина всех заболеваний – это экология. И заметьте, она стоит не на первом месте. Вот, в принципе, этот круг можно рассматривать любое. Брать, что это первое, второе, или даже, в принципе, неважно, первое или второе. Но экология, услышите, она находится не на первом месте. Безусловно, можно частично создать экологию в своем доме. Например, перестать дышать у хлопной трубы. Не лежать возле выхлопной трубы, возле автомобиля. Дальше что? Не мыть опасными средствами химическими полы. То есть сегодня есть масса компаний, которые предлагают уход за домом без химии. Ну что еще? Жить желательно повыше этажом, подальше от дороги. Не пить воду с-под крана. Не есть опасную еду. Это все экология. Это все экология в нашем доме. Не носить там синтетические ткани на теле. Не пользоваться там совершенно убийственной химической косметикой. У нас еще об этом будут школы. Вот. То есть все максимально можно сделать дома. И экологию дома можно восстановить и сделать ее очень-очень на высоком уровне. Следующая причина всех заболеваний – это биоэнергетика. Я не знаю, верите вы в это или нет. Но и у нас, ну как бы, компания «Коралловый клуб» – это не компания, которая рассказывает об энергиях. Просто верим мы в это или нет, это существует. И если дети выросли и с ними нет больше контакта, отпустите их. И пусть они живут отдельно. Если начальник вам не нравится, не надо ждать, когда у вас начнутся эпилепсические припадки, потому что вас в течение трех лет мучает начальник, а вы живете в этом стрессе. То есть нравится человек – общайтесь. Не нравится – отойдите. Что-то чувствует ваша душа некомфортное. Уйдите от этого. Защищайте себя с этой стороны тоже. И последняя причина всех заболеваний – это время. Хотим мы или не хотим. Конечно, наш организм изнашивается, конечно, мы стареем. Вопрос только в том, вы знаете, ну, я иногда слышу, редко, но слышу иногда люди говорят, «А, все равно все помрем». Я когда вижу, когда народ пьет колу, я говорю, зачем ты это пьешь, это убийство. «А, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Вы знаете, я думаю, что помереть здоровеньким гораздо приятнее, во всяком случае, для всех родственников, нежели помереть больным. Потому что очень важно, какими мы будем в старости. Проживем мы ее активно, полноценно, делясь мудростью со своими детьми, да, воспитывая своих внуков, путешествуя, может быть, где-то танцуя на какой-нибудь карнавале в Бразилии, да, либо мы будем лежать и ходить под себя, и тем самым остановить жизнь нашим своим, ну, своим детям. Я думаю, что ничего на самом деле сложного нет. Если вы поизучаете материал, смотрите, читайте, слушайте, если вы чем-то болеете уже, возьмите, пойдите по этому кругу и начинайте восстанавливать все по пунктам. Постепенно, постепенно. Организм, я еще раз скажу, это самовосстанавливающая система. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему, когда человек падает в снег, например, зимой, да, у него отмерзают сначала именно руки и ноги? Да, потому что организм – это самовосстанавливающая система и самозащищающая. И организм будет до последней секунды беречь сердце, то, без чего человек жить не сможет. Без рук, без ног проживет. Поэтому отдадим сначала руки и ноги, а кровь отойдет к более важным органам и будет их греть. И так постепенно, и с оставшегося, кровь будет отходить к более важным органам. То есть организм – это самовосстанавливающая система. Там все сделано так, чтобы мы жили долго. Организм – это космос. Поэтому любите себя, цените себя, заботьтесь о своем здоровье, и все у вас будет здорово. Будете молодыми, красивыми, счастливыми. Знаете, есть такое выражение, чего кислый такой? Да вот потому что закисленный, потому что, оказывается, воды щелочной не хватило. Всего вам доброго, здоровья вам! Спасибо.